здравствуйте дорогие зрители прошлый раз мы вам рассказали о скандалах а сегодня хочется поговорить о любви а ее этой любви на этой неделе было очень много ну начнем с подтверждения того что на самом деле существует роман между анжелик бойер и себастьяном руль пара провела несколько дней в канкуне они праздновали день рождения анжелик ну вероятно после того как съемки их новеллы закончились они там играют оба главные роли скрывать отношения стало практически бессмысленным да и зачем собственно оба взрослые люди оба свободны ну что можно сказать себастьян появился и на похоронах мамы анжелик а потом всячески ее поддерживал в общем в это горестный момент но надо отдать должное семейству кастро софия дочь бывшего возлюбленного анжелик пришла на похороны а сам хосе альберта выразил свои глубокие соболезнования и это при том что отношения у них с матерью анжелик были не самые лучшие проще сказать очень плохие анжелик даже год с родителями не общалась а уже перед самой смертью мать просила ее порвать с человеком который в два раза старше что в общем и было сделано и любопытно другое любопытно что роман с рульи как роман с другим себастьяном который сурит может быть очень скоротечным потому что судя по всему девушка явно любит мужчин постарше и пострашнее ну например адриана уриби и алехандро камачо ну а что же брошенный кастро а ничего ходит слухи что он завел роман сари адми диас ну надо же как-то вылезать из депрессии связанной с потерей невесты и плохими рейтингами ломалки риды айсленд дербес и маурисия очман перестали скрывать свои отношения и наслаждаются жизнью появились фото где маурисию запечатлен вместе со своей дочерью лоренцией и с возлюбленным судя по фото им действительно хорошо порадуемся за них фото замечательные выглядят они здорово в общем все у них классно женится сандра чавария и эдуардо де ла сань свадьба будет в октябре в лос-анджелесе они уже вовсю готовятся к этому событию платье выбрано какое-то будет из них наверное да в общем все красивые и настроены сандре все будет смотреться очень здорово интервью раздают оба счастливы радости скрыть не могут а сандра сказала что хочет стать матерью вот так вот до этого у сандры были очень серьезные отношения с голливудской звездой демианом вечером а потом с музыкантом непростой судьбы рейли который сандра обманывал пил дебоширил вообще велся по-свински а недавно вышел из психиатрической клиники где вылечили от запоя ну надеемся что сейчас сандре повезло и никаких таких экстремальных событий в ее жизни не будет готовится к свадьбе зурья вега говорит что очень счастлива что она ее жених провели вместе самый замечательный отпуск в мире были в камбодже а свадьба будет очень скромной даже интимной то есть без помпы вспоминаем мы однако ее интервью как раз перед разрывом с хорхи поса говорила что нашла своего принца и мечтает о крепкой дружной семье с ним а что же принц замучился ждать зурью назад и завел антрижку с коллегой по навале поломой руиз до альда ну ничего себе девушка красивая в отличие от принца точнее от хорхи посы ева мендес больше не отрицает своей беременности а помните пару месяцев назад не правда ничего подобного а сейчас выясняется что очень даже правда шестой или седьмой месяц беременности и скоро будет свадьба не замечательно и очень хорошо софия вергара наконец решилась и бросила своего очень своеобразного жениха николоэба почему своеобразного а потому что это еще мягко сказано скандалист ревнивец абсолютно невоспитанный тип про которого даже очень деликатная талия не нашла ни одного доброго слова человек пытавшийся контролировать не только финансы софии она самая высокооплачиваемая актриса телевидения но ее служащих будет вплоть до прислуги а публичные скандалы а измены с двумя гулящими женщинами на постоянной основе одной маловато ну и спрашивается зачем он ей с ее то мировым именем да ну разве что только с чистого мазохизма ну вот а теперь мне новый жених симпатичный не то что прежний обезьян простите зовут его джо манганелло тот кто смотрит трублат его наверняка вспомнит и последняя новость на сегодня карло эстрада предъявила публике свою новую любовь зовут его карлос колласса он на 20 лет младший карлиты и был ассистентом на производстве программы холл то есть сейчас где карла была режиссером ну вот так вот жизнь разворачивается работает жена работает дни и ночь проводит на съемках а потом раз и новый молодой кавалер а что старый супруг старый супруг остается в дружеских с ней отношениях отношениях в общем и все вот вся наша передача на сегодня записывайтесь на наш канал и подписывайтесь на него до свидания увидимся на следующей неделе и и